Еще одна вещь, которая сегодня происходит здесь, это я хочу высвободить это и провозгласить. И в этом сезоне, который включает разные, уже мы говорили, это сезон, когда Аман нас одевал, помните? Аманчик, одень нас. Когда мы подставляли ему ботинки зашнуровать и нам складки выпрямлять. Помните? Перчатки натягиваете, даже носки. Он нас одевал. И нам было хорошо. Помните? Это было откровение, когда Аман нас одевает, и мы, одетые Аманом, двигаемся. Гонение нечестивых на праведных – это когда Аман одевает Мардахея. Гонение одевают Мардахея в славу. Поймите это. И нам не надо бояться гонений. Потому что гонения, если мы пройдем сквозь них, они оденут нас в славу. Так всегда было. И потом вы будете смотреть. Наблюдайте за Аманами. Наблюдайте за ними внимательно. Ну так. Не бегайте за ними, но просто имейте в виду, потому что их конец будет очевиден. Это так всегда было. И так всегда будет. Потому что так написано в Библии. Но сезоны включают в себя разные форматы. И один сезон может включать в себя, ну это как времена года, да, они идут четыре. Но есть вот лето, есть бабье лето, начало лета, там дождливое или же сухое. То есть это все имеется как бы из частей состоят сезоны. И хотя сейчас сезон идет большой, там есть и идития, и желтая мантия, да, и мы говорим о восстановлении пророчеств, исполнении пророческого слова. Но также это восстановление Дома Божия. И мы сегодня находимся с вами в этом сезоне. Так говорит Господь Саваоф. Укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии, из уст пророков, бывших при основании Дома Господа Саваофа. Еще раз. Укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии, из уст пророков, бывших при основании Дома Господа Саваофа. Укрепите руки ваши для труда. Укрепите. И было ко мне Слово Господне. Руки заровавили, положили основание Домусему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам, ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках заровавили те семь. Это очи Господа, которые объемлют зором всю землю. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа заровавилию выражающее, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф, кто ты, великая гора, перед заровавилем, ты равнина. И вынесет он кореугольный камень при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. И еще раз, было ко мне слово Господне. Руки заровавили, положили основание Дому, они и окончат, и узнают, что Господь Саваоф послал меня к вам. Братья и сестры, начинали руки это служение, они и закончат его. Были те, кто стоял у истоков этого служения. И эти руки держат руки сильного Бога. И другие руки уже поломаны. Они сокрушатся. Не сомневайтесь в этом. Потому что это Божий принцип. Когда Господь что-то начинает, это для того, чтобы что-то закончить. Когда Господь сказал, я есть альфа, Он сказал, и омега. И поэтому, когда Господь благословляет начало, Он силен благословит и конец. Но есть одна проблема. Есть гора, которая встает на пути. И нам нужно выработать себе навык, чтобы сказать горе, кто ты гора против Зарова Вавеля? Ты равнина. Вы слышите? И поэтому горы восставали. Волны поднимались. Но они должны отступить. Потому что Бог благословляет руки, заложивших основание Дому Господне. И когда Он начинает делать, Он начинает делать хорошо. Для того, чтобы закончить и завершить. Мы не говорим, что это будет легко. Но было показано, как была разрушена гора без содействия рук человеческих. И когда она была сокрушена, эта гора, то нужно было очистить место для посева, расчистить его, чтобы сделать там сад. И вот было положено основание Дома Господня. Потом поднялась гора, восставшая на Божье дело. Но она была сокрушена не руками, но Духом Господним. Как на минуту, Духом Моим, говорит Господь, ни воинством, ни силой. Была сокрушена и обломки, и осколки. А сегодня нужно нам с вами на этом же месте расчистить это место, чтобы поднялся сад. Некоторые не хотят. Они говорят, что очень много работы. Но другие, они берутся за труд. И они использовали собственные руки с инструментами. Братья и сестры присоединились к этому труду. Прошло какое-то время, и земля была готова. И тут появились те, кто не участвовал. Они говорили в основном. И они попросили, чтобы участвовать в посеве. Но им был ответ. Нет. Чтобы участвовать в посеве, вам нужно обработать участок, который не обработан. Есть еще много работы. Начните с того, что начните трудиться и приготавливать тот участок. Трудитесь своими руками, а не начинайте там, где уже все готово. И поэтому сегодня это время труда. Это время, когда нам нужно трудиться. И поэтому горящий огонь сегодня над челами людей. Сегодня горящий огонь над челами. Часть этого огня, она пришла от самого Бога. Этот огонь выжигающий, он выжигает внутри. Он выжигает даже копоть и сажу. Он выжигает и вытаскивает всю грязь. Огонь вытащит из нас всю грязь. Начните искать Господа в огне. Не боритесь с грехами сами по себе. Не боритесь с плохим образом жизни. Зажгитесь лучше огнем. Пламенеете, посещайте молитвы. Бегите, чтобы ходить в духе огня. Начните жить в огне, и Господь очистит вас. Он выжигающий огонь. Этот огонь обжигающий. Не бойтесь ожогов. Я встречался с людьми, которые обжигают. Они страшные. Они неприятные. Я знал несколько людей, которых я боялся. И однажды во сне в одном он явился мне, и я увидел, что я его не боюсь. И есть люди, которые обжигают. Это нормально. Ты обнимаешь его, и у тебя ожоги. Ты к нему ближе подходишь, и ты получаешь удары, ожоги. Ты думаешь, ха, но не святее-то я не стал. То, что он говорит, сделает меня лучше. Если я буду послушан ему и прорвусь сквозь обиду, я стану духовней. Поэтому не бойтесь обжигающих людей. Обжигающий огонь – это хорошо. Этот огонь также обнаруживает. Стань рядом с людьми, человеком огня, он обнаружит тебя. И у тебя откроется твоя внутренность. Начни с ним бегать, начни с ним ходить, начни с ним поститься, и начнешь плакать. Но этот огонь вытащит из тебя. Он обнаруживающий. Это нормально, когда Господь обнаруживает нас. Этот огонь освящающий. И он освящает. Ты чувствуешь, что ты от прикосновений с ним стал святее. Ты хочешь быть святым. Тебе приятно быть святым. Ты не хочешь возвращаться в грех. Ты не хочешь жить греховной жизнью. Ты не хочешь пачкаться в мир. Тебя не тянет свои привычки. Тебе хочется быть в Божьем, в поклонении, с народом Божьим. Не валяться, жевать и смотреть телевизор. А тебе хочется быть с народом Божьим в святости. Аллилуйя! Когда огонь начинает гореть в тебе, тебя тащит в этот огонь. Это личный огонь. Скажите, личный огонь. Личный огонь жизни, ведущий за Богом. Нам надо загореться этим огнем. Этот огонь, огонь пробуждения. И он освобождает дух пионера, дух апостола. Огонь всегда – это апостольское знамение. Человек огня – это апостольский дух. Пусть он будет заниматься какими-то разными функциями, неважно, если он горит огнем, на нем апостольское измерение. Потому что человек огня – это апостольское помазание. И Бог будет трясти небо и землю. И Бог уже трясет наши народы и земли. Он трясет наши церкви. Он трясет наши церкви. Он трясет наши жизни. Что? Кто-то здесь есть, у кого жизнь не трясет? Не тряс Бог? Подождите немножко. И не воинством берется и проходятся эти испытания. Ни силой, ни мудростью человеческой, ни подружками и друзьями, которые поддерживают тебя в трудный момент, а проходятся силой Бога Живого. Когда ты проходишь один, но ты проходишь, потому что Бог с тобой. Ты проходишь Духом Бога Живого. Ща! И гора, которая вышла против Зарававеля, она будет сокрушена. Кто ты гора? Ты равнина. А теперь давайте посмотрим. Вот он идет. Вот гора. И вот он уже смотрит, а она равнина. Как можно увидеть гору равниной? Только сверху. Сверху смотришь, думаешь, где гора? Только снизу можно увидеть, что это была гора. Но когда Бог поднимает тебя, написано, ты будешь поднят на высоты земли, гора становится равниной. Аминь, аллилуйя, слава! Гора противления будет сокрушена. И на руйных камней будет новая работа. И сегодня Господь уже крушит своей кувалдой духа. Своим молотом духа. Смотрите, как Он дал нам пройти, какие вещи. Какие невероятные вещи Он дал нам проходить. И Он крушит, и постоянно держа эту кафедру в огне. Здесь постоянно полыхал факел. Вы знаете это, да? Здесь постоянно горел огонь. И отсюда постоянно била кувалда. Постоянно бил молот. И Он продолжает бить. Только Его удары сильнее, сильнее звучит в ушах. Слава нашему Господу! И на этих руинах горы, камней будет новая работа. Аллилуйя! Но нам нужен, как сказано, вынесут они, эти поклонники, краеугольный камень. И будут кричать, благодать, благодать на нем! Потому что нам нужен краеугольный камень. Это Голгофа нашего Господа Иисуса Христа. Голгофский крест! Наша звезда! Смотреть на Иисуса распятого, который отдал свою жизнь, как жертва, и страданиями навык послушанию. И приобрел для всех нас, стал спасение, стал виновником спасения вечного. Слава Ему! Мы вынесем этот камень! Мы поднимем Иисуса Христа на Голгофском кресте распятого и Воскресшего! Аллилуйя! И мы будем кричать, благодать, благодать на нем! Его нужно вынести из недр церкви, из своих тайных комнат, из плесневых привычек, и поднять его! Аллилуйя! Благодать, благодать на нем! Поэтому тогда и так и произойдет. Тот, кто положил основание, тот его и закончит. Как мы начали это дело? Не знаем, потомки наши или как. Все будет идти до пришествия Христа, если мы будем держаться этого камня. Аллилуйя! Слава! Это не обещание пусты, это Божье Слово! Это отвес Господа нашего! Отвес Господа! Поэтому радовать очи Господа, когда они смотрят на отвес Господа. Вы знаете, когда эти очи взирают на отвес, они становятся радостны. И Писание говорит, как эти семь духов, эти семь очей, они радостно взирают на отвес Господа. И когда мы будем в Слове с вами, очи Господа всегда будут радостны. Сегодня мы готовили служение, сказал, как хорошо идти на собрание. Мы сказали, я ему говорю, сыночечек, как прекрасен день, собрание, мы идем в церковь, мы не где-то в мире шатаемся. Представь, я сказал ему, ты бы был сейчас где? Валялся бы, объедался, смотрел бы эту нечистую паутину и деградировал. Но сегодня ты растешь в Боге, в Божьем Слове. Мы будем идти до края земли, насаждать миссии. Потом будешь ездить до края земли в народы и проповедовать Евангелие. Слава нашему Господу! Вот так мы и будем жить. Поэтому кто ты гора? Ты равнина! Ваиме Исуса!